Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений Донец, хотя какая разница, потому что у меня на обзоре S10+. И вы знаете, я решил не мелочиться и купить десяточку плюс, ведь у нее гораздо больше диагональ и 5 камер имеет этот смартфон. Вы спросите, а нахрена опять камер? А для этого существую я, я все подробно и понятно объясню. Ну и кроме того, поскольку я не проплаченный обзорщик, как например тот же Vilsa, то я, конечно, обязательно вам расскажу и обо всех его недостатках. А еще подскажу вам, как купить этот смартфон на 25 тысяч дешевле. Лайк? Смотрите все подробности прямо сейчас в нашем честном обзоре. Поехали! Для начала, тем кто торопится, я расскажу очень коротко, ну а дальше уже подробно для всех остальных. Внутри коробки стандартный набор. Это наушники АКГ, зарядник для быстрой подзарядки, ключ для открывания SIM, переходник с мини-USB-C на обычный USB, чтобы подключать большую флешку, и пакет документов. Стоковые наушники АКГ играют очень хорошо, они показали себя еще в S8, менять их не придется. Смартфон имеет 5 камер, 3 основных с разными углами обзора и 2 фронтальных для селфи с эффектом боке. Каждая из них по-своему нужна, это я вам как инстаблогер говорю. Основные 3 камеры имеют двойной оптический зум без потери качества, стандартный угол обзора с большой светосилой и сменной диафрагмой, а также широкоугольный объектив, как у экшн-камер. Он единственный без оптической стабилизации. Телефон снимает, кстати, под водой, но глубже метра я не пробовал, вам тоже не советую. Что могут основные камеры? Телефон хорошо делает боке как на основные камеры, так и на селфи. Телефон имеет двойной оптический зум, удобно приближать картинку издалека без потери качества. Аппарат имеет широкоугольную камеру, на которую в тесном помещении влезает все, а еще с близкого расстояния в кадр влезет огромное здание типа Москва-Сити. Сейчас я продемонстрирую вам, для чего нужна тройная камера. Посмотрите, если мы снимаем дом, то, допустим, объект крупный, его не покажешь полностью или не покажешь полностью два дома. Для этого включаем широкий угол. Раз, влезли два дома. Возвращаемся в режим обычной камеры, как на всех телефонах. Посмотрите, я хочу увеличить и делаю вот так. У меня двойной оптический зум без потери качества. Теперь переключаемся на селфи-камеру. Здесь я вижу, что для того, чтобы влезть полностью, мне нужно оттягивать руку от себя достаточно далеко. Но если мы нажимаем вот эту опцию, посмотрите, и вторая камера, селфи-камера вторая, дает очень качественный эффект боке. То есть, вот, посмотрите, живой фокус. Также у аппарата допилен дисплей. Глаза больше не режет без фильтра синего, как это было на S8, S9, Note 8 и Note 9 тоже. По выгоранию дисплея пока еще рано говорить, но наверняка оно тоже встроено. Ведь от S7 и на более ранних смартфонах дисплеи не выгорали даже за несколько лет. При этом они тоже супер AMOLED. Прямо сейчас перед вами находится Note 3 2014 года. Короче, телефону этому 5 лет. Обратите внимание, ничего не тормозит. Нигде нет следов выгорания дисплея. Прямо сейчас на ваших глазах я захожу на себя для того, чтобы показать, что на белом фоне, там, где обычно остаются и выгорают отпечатки клавиатуры, здесь нет никаких проблем, никаких следов выгорания. Говоришь, 5 лет телефону примерно, да? Да, в 2014 году был куплен. Ну все, вот вам, пожалуйста. Ну что, в целом понятно? Главное в этом телефоне камеры. Основная из них это средняя. У нее самый большой объектив, лучшая светосила, сменная диафрагма, оптический стабилизатор. Угол обзора обычный, как у всех телефонов. Вторая камера это телевик. Он имеет двойной оптический зум. Светосила похуже, чем у основной камеры, у главной. Если снимать человека на фоне удаленного здания, то здание визуально на фоне приближается, что очень удобно в путешествиях. Третья камера вот справа, это широкоугольник. Без стабилизации, без автофокуса. Это подобие GoPro. У нее самая слабая светосила, но она хороша для обзоров внутри тесных помещений. Влезает абсолютно все. Камеры можно переключать туда-сюда во время видеосъемки, не прерываясь и при этом играть с зумом от 0.5 до 2. В темное время суток лучше всех видит только основная камера, и переключения зума станут заметными. Светосила, потому что ухудшится. Ночью снимайте видео только на основную камеру. Для особо продвинутых я публикую характеристики на 5 секунд. Если нужно прочитать, жмите на паузу. Моя задача донести до людей понятным языком, а не задротным. Ну а теперь вот подробный обзор для всех. Евгений Донец, мультиформатный ведущий со стажем более 14 лет. Сегодня Евгений, один из лучших ведущих свадьбы в городе Москва, с удовольствием гастролирует по России. Если на вашей свадьбе появился Евгений Донец, значит она пройдет весело. Сейчас я расскажу немного о характеристиках, но здесь нужно понимать, что прежде всего смартфон мы покупаем ради быстродействия и хороших камер. Все остальное как-то в нем второстепенно. Вы еще скажите, что телефон дороже 15 тысяч я покупать не стану, потому что мне только звонить, проверить почту и все, бред полный. Вот эти ваши позорные фотографии останутся с вами на всю жизнь, в то время как обладатели самых топовых смартфонов будут любоваться и через 10 лет качественными фотками. В отличие от вас, это ваша жизнь, это ваш выбор, и я выбираю только самое лучшее вместе со своими подписчиками. И прямо сейчас небольшой обзор самого устройства, его корпуса. Смартфон представлен в трех цветах. Перламутр, Onyx и Aquamarine. Кажется, в Самсунге появились геи. Так вот это Onyx. Представляете, просто черный. Короче, черный, белый и зеленый. Aquamarine это зеленый. Его брать не рекомендую, потому что, ну, скажем так, он выглядит, ну, как-то дешево, что ли. Как-то по-китайски. Черный, мужской такой нормальный цвет, поэтому я взял его. Визуально Samsung Galaxy S10 Plus выглядит как обыкновенный смартфон от компании Samsung, и что самое главное, он вообще не похож на iPhone. И если сравнивать его с S8, он, конечно, более увесистый, у него большая батарейка, больший размер, экран весьма удобный, что для меня классно, потому что я постоянно зависаю в телефоне и по работе, и просто так. И глаза устают, а с этим смартфоном все гораздо круче. Наконец-то Samsung допилили дисплей. И от этого дисплея, в отличие от S8 и S9, не режет глаза. Сейчас объясню для тех, кто не в курсе. Вот, в частности, это объясняю продавцам компании Samsung в Санкт-Петербурге. Дело в том, что до S7 и более ранних моделей дисплеи были вообще классными. Они даже не выгорали, как ни странно, хотя были суперамоледами. Что касаемо S8, S9, Note 8, Note 9, там применялся один и тот же дисплей, от которого через час буквально использования краснели глаза и просто начинало их ломить. Многие мои знакомые и друзья, которые использовали эти аппараты, всегда ходили с фильтрами синего цвета. А зачем? Зачем, если фильтр синего очень сильно искажает цвета? Здесь же, наконец-то, исправили эту ошибку. Может быть, камера и не передает до конца все это дело, но вы даже сейчас видите, что цветность, она немножко отличается. Здесь как бы более белый, здесь как бы слегка желтит. Они попытались настроить фильтр синего таким образом, чтобы он не сильно искажал здесь цвета, и в то же время синие цвета, чтобы не раздражали глаза. В то время как в моделях S8 и S9 фильтр синего выглядит просто омерзительно оранжевым. Давайте сравним. То есть даже когда мы включаем в обоих машинках фильтр синего, то здесь он искажает цвета очень сильно, а здесь фактически не чувствуется. Во-первых, не болят глаза. Во-вторых, даже фильтр синего здесь не такой противный. Он цвета не искажает. И в принципе можно на постоянку пользоваться им и даже, ты знаешь, комфортно. Попробуйте сами. Он очень красив. Мерцание, которое вы сейчас видите, это просто несовпадение частоты с работой камеры. Проблем относительно двойной селфи-камеры S10+, я вообще никаких не ощутил. Может быть, потому что я уже был морально к этому готов, а может быть, потому что в большинстве случаев не обращаешь на это никакого внимания. И ради хороших фотографий, в принципе, готов бы был терпеть ее, даже если бы она меня напрягала. Но она меня не напрягала ни одного дня, ни одной минуты. Вот, сейчас мы видим, как камера, кого это напрягает, меня нет абсолютно. А многие пользователи очень интересно обыгрывают эту камеру. Например, вот так или вот так. Samsung эти все дела, конечно, предусмотрели. Они сделали так, чтобы она была малозаметной. То есть сверху немножко дисплей затемняется. Здесь мы видим на лицевой части две фронтальных камеры. Причем, если одну закрыть пальцем, то просто исчезает эффект боке. Если честно, я в восторге от селфи-камер этого аппарата. Две камеры, они, как могут многие подумать, типа угол меняют. На самом деле нет, это происходит программно. А вторая камера предназначена лишь для того, чтобы задний фон был более качественным в плане боке. И если закрыть просто пальцем камеру, да, то мы увидим, как задний вот этот размытый фон пропадает. Вот это снимает просто эффект боке, а вот это действительно снимает. Причем, если сделать на камере больший угол обзора, как бы шире, то светосила при этом увеличивается. Этот странный эффект я обнаружил, снимая в темноте. Здесь мы также видим динамик, который, между прочим, еще и громкоговоритель. То есть звук в этом смартфоне стерео. У этого аппарата действительно громкий стереозвук. И на удивление даже басист. И вот это меня, кстати, больше всего удивило. Где там бас и как при таком маленьком резонаторе они вообще его оттуда выколупывают. Послушайте, какой звук. Он реально вообще громкий, очень громкий. Увеличилось не только качество звука, но и качество записи звука. Я использую стороннее приложение, которое позволяет писать звук в формате Wave без сжатия, а также звук в формате MP3 320 кВт в секунду. Получается очень качественный басистый звук. И все замечают, что как будто бы я использую какое-то профессиональное записывающее устройство. Заметьте, друзья, я единственный обзорщик, который снимает крупно. И если вам это нравится, ставьте лайк. На левом торце мы видим качельку громкости, а также кнопочку Bixby. Кнопочка Bixby, которая всех раздражала, особенно меня. Я даже путал ее название с Bixby, причем меня захейтили за это. Но я вот вас спрошу сейчас, да какая разница, как она называется, если это кусок тупого говна, которая нахрен никому не нужна. На этот раз Samsung пошли навстречу своим пользователям и сделали так, что мы без всякой сторонней программы можем назначать какую-то другую функцию на эту кнопочку. И это правильное решение теперь стало гораздо удобнее и интереснее. Все, что хотите, при одном нажатии на кнопочку Bixby вы сможете запустить все, что угодно. Все, что вам нравится из этого. Но, честное слово, я до сих пор не понимаю, нахрена это Bixby вообще. На правом торце мы видим с вами только кнопочку питания. На верхнем торце мы с вами видим разъем для подключения SIM-карты, для подключения второй SIM-карты, а также сюда можно вставлять флешечку microSD, расширяя память. И здесь же мы видим второй микрофон. Поскольку звук здесь записывается в формате стерео, это уже давно. На нижнем торце мы с вами видим разъем 3,5 мм под наушники USB Type-C. Это значит, сюда можно подключать зарядное устройство, а также флешку. Микрофон номер один, самый основной. И, конечно, основной динамик наиболее громкий. Заряда этого смартфона хватает мне аж на целый день. И это замечательно. Кто-то говорит из обзорщиков, что хватает на 2 дня. Уж не знаю, как им там хватает. Видимо, они совершенно не используют этот аппарат. Я не особо тоже прямо сижу в нем целыми там сутками. Но мне хватает на один день. И это правда, в отличие от других обзорщиков, которые получили гаджеты от компании Samsung напрямую. И, наверное, вынуждены слегка хвалить чуть больше, чем есть на самом деле. Я предполагаю. На задней панели мы с вами видим модуль камер. Также датчики для измерения пульса и всего остального. Фотовспышка. И, конечно, у этого смартфона есть функция беспроводной зарядки. То есть обратной зарядки. Мы можем подзаряжать любые устройства, включая айфоны. Заряжается смартфон достаточно быстро. У него есть быстрая зарядка. А кроме того, одновременно вы можете положить на него наушники Galaxy Buds. И те подзарядятся тоже одним махом. Для особо богатых можно, конечно, использовать его в качестве пауэрбанка. Или заряжать айфон, используя его в качестве быстрой зарядки. Но это только для мажориков. А среди моих подписчиков таких немного. А может есть, а? Ну-ка, напишите. Пред вами, люди, модуль камеры. Эту я называю основной. Это телевик, увеличивающий в два раза, приближающий зумом оптическим. А это у нас широкоугольный. И, соответственно, даже сейчас заметно, что здесь стекляшечка больше всех. Поэтому светосила выше. Здесь стекляшечка поменьше. Поэтому светосила поменьше. И, конечно, широкоугольная камера имеет самую меньшую светосилу. Причем на практике все это подтверждается. Вообще, Samsung позиционирует этот смартфон как фотоаппарат, видеокамера для профессионалов. И, конечно, я соглашусь. Например, если вы блогер, вы всегда сможете подснять широким углом, например, какое-то заведение или ресторан. На обычную камеру, конечно, не влезает вот этот весь объем помещения. Тогда мы включаем широкий угол. И вуаля! Мы видим, что весь ресторан поместился. И можем сделать шикарный обзор. Очень сильно не хватает в S10 светодиодной индикации, которая показывает нам, что пришли сообщения, например, или телефон стоит на зарядке, или что-то еще в этом духе. Выключаем дисплей на S10. Загорается Always On, который, в принципе, показывает нам время, но при этом поджирает батарею. Здесь мы можем отключить в S8 Always On. И при этом мы будем видеть, что телефон стоит на подзарядке, либо пришло какое-то сообщение. Выглядит аппарат прекрасно и стоит с другой стороны. Он очень красивый, обтекаемый, скользкий. Короче, лучше носить его в чехле. Также это исключит ложные срабатывания сенсорного экрана, который изогнут по краям. Даже в чехле они слегка есть. И вот это мне всегда было непонятным. Нахрена делать какой-то супер красивый дизайн, работать над ним, платить дизайнерам, чтобы потом запихнуть это в уродский какой-то чехол. Даже чехлы от Samsung все уродские. То есть вот так он выглядит гораздо лучше. А сейчас поковыряемся в настройках телефона. Открываем верхнюю шторку. Здесь все просто. Фонарик, режим энергосбережения, обратная зарядка, при помощи которой можно заряжать наушники. Точка доступа, она же раздача Wi-Fi. Что еще у нас здесь интересного и новенького? Dolby Atmos увеличивает, улучшает звук. Замечательная фишка Dolby Atmos, когда ее включаешь, звук значительно улучшается. Мало того, они еще и встроили музыкальные вибрации. Вот это вообще интересно. Смотрите. И заходим в дисплей, поскольку это наиболее актуальная часть всего. Посмотрите. Лучше всего ставить яркость на средние какие-то значения, чтобы дисплей не выгорал. Допустим, отслеживание. Вот посмотрите. Сейчас, если автоматическая регулировка яркости, то она, в принципе, так и стоит. Но я сделаю чуть-чуть поярче. Для чего? Для того, чтобы у вас там не мерцало. Смотрите. Чем ярче, да? Тем меньше для вас мерцает. И, в общем-то, для глаз тоже. Мы можем выбрать насыщенные цвета. Смотрите на картинку, на вот эту штуку, на цветок. А можем естественные. Еще раз. Насыщенные. Естественные. Смотрим на других картинках. Насыщенные. Естественные. Насыщенные. Естественные. Да, с одной стороны, вот те, которые насыщенные, смотрятся типа круто. Но зато это неправильные цвета. В настройках дисплея лучше поставить естественные цвета, которые меньше напрягают глаза и, самое главное, не искажают картинку. Например, вы сделали снимок и собираетесь отредактировать его в Инстаграме. Так вот, в этом случае на телефоне и в Инстаграме, если будете смотреть через монитор, либо на других смартфонах, картинка будет вообще другая. Если же поставить в настройках естественные цвета, то картинка будет именно такой, какой она является. И все фильтры, которые вы выставляете, вам пригодятся. На этот раз Samsung усовершенствовали свой собственный фоторедактор, который здесь встроен. И в него можно войти прямо из галереи. Можно поиграть с фокусом, с автофокусом и перестроить цвета. И это работает действительно корректно, актуально. В общем, я стал это использовать. И даже автоматическая настройка добавляет контрастности, цветности. И все это получается достаточно естественным. Масштабирование экрана можно делать как угодно. Большие буквы, маленькие буквы, как хотите. Видите, вот в этом плане Samsung прямо впереди планеты всей. А вот это разрешение экрана, это вообще удивительно. У него, как у компьютера, можно поменять разрешение дисплея. По умолчанию стоит среднее. По сути, это Full HD. Можно поставить 2К, и тогда слишком резкая картинка, быстрее устают глаза. И самое главное, быстрее садится аккумулятор. Можно поставить HD, и тогда картинка становится размытой. Это качество необходимо лишь для того, чтобы включать экономию энергии. Здесь можно принудительно поставить полноэкранные приложения. Грубо говоря, они не все оптимизированы под то, что мы имеем вот такой нестандартный дисплей. И принудительно можно растянуть так, как вам удобно. Защита от случайного касания. Не знаю, как она работает, но случайные срабатывания есть постоянно и даже в чехле. Биометрия и безопасность. Здесь можно распознавать свое лицо, здесь можно вводить отпечатки пальцев. Причем сканер отпечатков пальцев здесь находится под дисплеем, и он ультразвуковой. Работает не очень, поэтому я его не использую. Через раз срабатывает. Возможно, потому что здесь сверху защитная пленка, которая была установлена компанией Samsung. То есть его, по идее, родная. Здесь нет разблокировки по радужке глаза, зато есть распознавание лица. И это, в принципе, не работает, потому что при помощи фотографии можно распознать ваше лицо. Мне не нравится, что убрали вибрацию на кнопочке Home. На S8 она работала, как будто бы имитируя физическую кнопку. И это было очень приятным бонусом. Я его использовал. Снимок экрана ладонью на самом деле простая опция. То есть ты вот так, хоп, и все, экран снялся. Я использую это, мне нравится. Двойной профиль приложений. А вот это просто настоящий подарок для таких, как я, кто путешествует по разным городам и работает в разных местах. Я поставил два WhatsApp, и у меня теперь на двух номерах разные WhatsApp. Когда вы разговариваете по этому смартфону, выглядит все примерно вот так. Здравствуйте, да, Евгений. Да, это я. Я готов провести вашу свадьбу и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Красноярске, и в Тольятти. Но вы понимаете, я междугородний ведущий. Мне нравится путешествовать и работать. Я обожаю свадьбы. Когда сам женюсь, когда надо. Теперь давайте посмотрим наиболее актуально. Это настройки камеры. Здесь, конечно, все гораздо сложнее. Открываем. Что у нас есть? Здесь в настройках камеры есть оптимизация кадра. Это, по сути, искусственный интеллект. Она же нейросеть, которая позволяет выбрать нужный режим. Например, в ночное время суток включить ночной режим. Итак, основная камера способна у нас снимать Ultra HD. То есть 4K. Не академические, но 4K. 60 кадров в секунду, причем без ограничения времени съемки, как это было, например, на S8. 4K снималось, но оно снималось всего 10 минут. А теперь я могу пилить, например, блоги в 4K. И это очень круто. Но при этом Full HD это основное разрешение, при котором работают все опции. Например, отслеживание фокуса. Например, переключение между камерами широкоугольное. Телевик, обычное. Работает это все только на Full HD 30 кадров в секунду. И даже если вы включаете Full HD 60 кадров в секунду, то половина опций уже отключается. Макросъемка в вечерних условиях в парк Горького, Москва. Это было про основную камеру. Здесь переходим на фронтальную камеру. Разрешение фронтальной камеры впервые за всю историю смартфонов. Ультра HD, то есть 4K 30 кадров. В секунду снимает селфи-камера. Сейчас идет съемка на селфи-камеру. Сейчас мы делаем видеозапись на селфи-камеру. На парковой площади города Санкт-Петербурга. Раньше мне нравилось, что была отдельная кнопка для сфотографировать. А отдельная кнопка была для видеозаписи. Теперь же это неудобным образом нужно переключать. Есть у нас и сверхзамедленная съемка. Есть у нас и замедленная съемка, которую используют, наверное, любители. И, наконец, гиперлапс, например, чтобы ускорить облака. Здесь мы также видим режим ночи. Кое-кто из обзорщиков сказал, что этот режим никак не включается, кроме как автоматически. Так вот это бред. А теперь давайте посмотрим ночные камеры. Потому что всем известно, что все смартфоны, даже дешевые китайские, днем фотографируют достаточно прилично. А вот ночью мы видим, кто на самом деле крутой, а кто, по сути, отстой. Солнце уже зашло, и мы сейчас находимся фактически в ночное время суток. Я скажу честно, что здесь реально темнее, чем мы видим в кадре. То есть в кадре кажется, что более светло. Используем камеру номер один. Основную. И та, которая увеличивает. Да, к сожалению, только основная камера является наиболее светосильной. Если мы ночью переключаемся на широкий угол, то автоматически теряем в светосиле. И посмотрите на это зерно. Смотрится неказисто. Ночная съемка в формате 4К. Мы видим большое количество шумов. Их видно везде. 60 кадров в секунду 4К. И сейчас мы тестируем 4К 30 кадров в секунду. На 4К 30 кадров в секунду у нас появились возможности увеличения и уменьшения. Уменьшение. Увеличение в два раза. Но также можно видеть шум на картинке. То есть в формате 4К ночью снимать не суперэффективно. И снова переходим на Full HD. Проблем уже нет. Сейчас снимаем в Full HD 30 кадров в секунду. В Full HD 60 кадров в секунду тоже у нас есть шумы всякие. Так что... Но 4К гораздо больше. Оптимально снимать ночью на Full HD 30 кадров в секунду. Телевик, который приближает в два раза оптическим зумом, он, конечно, более-менее справляется с этой ситуацией. Но если честно, то в темноте он видит тоже не очень. И прямо сейчас ночная съемка на селфи-камеру. Кстати, смотрится вообще очень хорошо. Девушка, я же сказал, мелочи нет. Также для меня очень важный момент, что этот смартфон абсолютно не боится воды. И я в бассейне снимал, где хлорка, все дела. Никаких проблем. Я вам скажу, что меня и раньше пугали соленой водой, что типа в море снимать нельзя. Но помните такие часы, как Gear S от Samsung? Так вот, эти часы поплавали у меня в трех морях и неоднократно, и до сих пор работают спустя пять лет. Режим еда часто используем. Он делает расфокус вокруг блюда, а саму картинку насыщенный, и люди говорят, вау, как у тебя все красиво. Режим Instagram – это когда камера снимает и сразу выкладывает в Instagram. Удобен тем, что сам Instagram очень плохо управляет камерой смартфона, и поэтому лучше, если ты снимешь при помощи компьютера своего смартфона, быстродействие у аппарата просто выше всяких похвал. 8 гиг оперативки – это гораздо больше, чем у многих в компьютерах до сих пор, честно. Только в топовых ноутбуках стоит 8-16 гиг оперативки. В остальных, ну, в основном 4, ну, 6, но никак не 8. В этом смартфоне – восьмерочка. Также здесь 128 гигабайт памяти, а это значит, что флешку ставить вовсе не обязательно. Я его использую как двухсимочный. У меня здесь симки Санкт-Петербурга и Москвы. Это невероятно удобно. Обратите внимание, какая графика. Вообще считается, что процессор Snapdragon, он как бы лучше для игр, больше оптимизированный, а не под него. Но я вам так скажу, что Samsung зато он очень экономичный, оптимизированный процессор, и он реально мощный. И поэтому для игр вполне себе достойный вариант. Все идет на максимальных настройках. Да кому я рассказываю? Вы сами все видите. Разворот, разворот, Вася. Отлично. Та игр становится для умственно отсталок. Кроме как Nitro, уже рулить даже нельзя. Ай-яй, он такой классный, блин. Ну что же, могу, подводя итог, сказать, что на сегодняшний день это, пожалуй, самый лучший смартфон в мире. Вы знаете, когда люди смотрят рекламу смартфонов, они хотя бы понимают, что это изначально реклама. А когда смотрят проплаченных обзорщиков, то очень часто те злоупотребляют доверием своих подписчиков, и ребята на последние деньги покупают дорогой аппарат, ожидая от него чуда, а получают шиш с маслом. Кукиш настоящий. Поэтому таких обзорщиков я не осуждаю, а, наверное, недолюбливаю. На моем же канале говорят правду. Хотя где-то это уже было. В общем, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я ценю своих подписчиков, пусть и немногочисленных. Но со временем армия наших ребят будет становиться все больше. На сегодня это все. Всем пока. Увидимся. Наверняка. Чтобы купить телефон подешевле, нужно пойти в магазин и спросить, есть ли у вас схема трейд-ин? В момент моей покупки мне предлагали 10 тысяч за битый S8 в Самсунге и 15 тысяч в связном. Но я нашел на Яндекс.Маркете S10+, на пятнашку дешевле безо всяких условий. А затем продал свой S8 за десятку товарищу. Итого сэкономил 25 тысяч рублей. Мой S10+, рост тестовский, лицензионный, официальный. И еще, в мелких магазинах покупайте за наличные. Если использовать карту, с вас возьмут на пару тысяч дороже. Информация актуальна на момент выхода обзора. Друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Евгений Донецк. Подписывайтесь на канал.